Неконтролируемое рост потребления электроэнергии для добычи криптовалют может привести к дефициту мощности в отдельных регионах. Дайте свет! Кричат на России в Краснодарском крае. Там состоялся несанкционированный митинг майнеров криптовалюты. Сначала они положили электросети, а потом вышли с требованием включить свет. Население перекрыло улицу краеведа Соловьева. На место приехала полиция. Наивно просят полицейских быть с народом. Жалуются, что света нет по 12-15 часов. Подвоз воды не осуществляется. Об отключениях никто не предупреждает. Как думаете, стоит ли им сочувствовать? Дорогие друзья, прямое включение, прямой репортаж с места событий. Рядом с красками сейчас происходит полный трэш. Перекрыта полностью дорога. Километровые пробки. Вот сейчас что происходит на эту минуту в городе Краснодаре. Дорогие друзья, которые находятся в городе Краснодаре. Специальные военные операции идут в строгом соответствии с графиком. По плану. Ростовская область, Дагестан, Ставропольский край, Краснодарский край и некоторые другие регионы испытывают дефицит электроэнергии. Мне нравится, как реагирует местная власть. Вот, допустим, уже очень знаменитый крадущийся мэр Невиномыска. Он посоветовал людям, которые сидят без электричества, перестать скулить. А то какие-то нежные все стали. Вернее, даже по выражению мэра, тепличные все стали. И причем он добавил, что никаких отключений на самом деле не было. Были только перебои. Почему в этой ситуации хрен должен быть слаще редьки, не до конца понятно. Но, наверное, на Новоязи это звучит более хорошо. Никаких отключений. Исключительно перебой. Ну, как, собственно, и с головой мэра Невиномыска. Там тоже никаких отключений мысли. Только исключительно перебои. Надо же, посоветовал людям не скулить. Вообще-то люди хотят получать электроэнергию, за которую они, собственно говоря, платят. Какая в этом проблема? Где здесь, как он выражается, скулеж? Люди хотят жить как в 21 веке. Ну, хотя бы как в 20. С электричеством хотя бы, за которое они готовы платить. А не с мощностью напряжения в розетке 180 или вообще без электричества. А то, что у людей вместе с электричеством у многих пропала возможность приготовить еду, сохранить еду, спрятать ее в холодильник. Или даже начались перебои с водой, потому что подача воды, она тоже завязана на электричество. Мэру Невиномыска как бы вообще фиолетово. А тут, блин, внезапно выяснялось, что, возможно, электричества не хватает. Не потому, что у нас системы изношенные делались при царе горохе. И не потому, что какие-то нештатные ситуации происходят. А оказывается, потому, что люди майнят криптовалюту. Причем эта проблема прям на государственном уровне. Сам Васильевич рассказал про то, что, ух, эти майнеры, ух, все электричество съели. Вот они, проклятые майнеры. Мало того, что все электричество потратили, так они еще и как бы эту криптовалюту майнят. А ее непонятно, как контролировать, как налогами обложить в конце концов. Ну и потом, видите, какая глубокая проблема. Оказывается, они еще и тормозят развитие прям мощных национальных проектов. То есть, сдерживают наше развитие. А это вообще-то уже каким-нибудь государственным преступлением, изменой родине, попахивает. Вот, вот интересное кино. Мы так не договаривались. Вот в таких автобусах теперь ездят люди по Белгороду. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, кем Вы работаете? Здравствуйте. Водитель городского автобуса. То есть, Вы по городу Шебекино ездите по маршруту? Да. У Вас такой довольно-таки интересный внешний вид защищенный. С чем это связано? Тонерокомпот на пиджак и на галстук пролил. А кроме пинтбольной формы, под рукой больше ничего подходящего не было. Участилась атака дронов. Жарко Вам? Ну, жарковато. Жарковато. Ну, Вы снимать не думаете? Не. Не. Киев за три дня не взяли, снимать даже не думаю. Думаю, наоборот. Желто-синее полотно повесить. И на крыше написать «Бойцы не размещены». В Шебекино с понедельника закроют автовокзал. Потому что... Ну, Вы и сами уже поняли. Александр, прошел слух, что с завтрашнего дня на автовокзале не работает. Автовокзал не работает. Вы можете это утвердить или опровергнуть. Александр, не с завтрашнего дня, а с понедельника работа автовокзала до Шебекино временно будет приостановлена для высадки и посадки пассажиров. Решение это временное, в целях безопасности. Решение временное. Через три дня откроют. Ну, максимум через две-три недели. Максимум две-три недели. Все идет по плану. По плану. По плану. По плану. По плану. Просто по плану. Вот, по графику. Приветствую всех. Программа «Деньги от Апостола» успешно работает более восьми месяцев. Я плачу деньги за информацию, которая поможет нам приблизить нашу победу. Я хочу, чтобы мне написали русские, военные, рядовые офицеры, старшие офицеры, кадровые, мобики, бывшие заключенные. Мне, по сути, все равно, с кем иметь дело. Меня интересует информация. Как оперативного уровня, так и тактического уровня. Куда вы бежите в атаку, сколько вас человек и так далее, и тому подобное. Где находятся ваши склады, где находятся еще различные всякие военные темы. Там, БК, техника. Также интересует информация от спецслужб. В частности, если у вас на связи находятся наши предатели военные, независимо от их уровня. Начиная от рядовых и заканчивая бригадными генералами. Напишите мне, у вас ждет приятная сумма денег. Если информация подтвердится после проверки. За предателей из рядов вооруженных сил я плачу 5 миллионов рублей. За предателей из СБУ я плачу 10 миллионов рублей. За предателей из других наших силовых структур, таких как ГУР, я плачу 15 плюс миллионов рублей. Пишите мне, я всем отвечу. Не верьте каким-то ботам. Раз, у меня нету ботов. Два, я никогда не пишу первый, без договоренности три. Если вы сотрудник какой-то госкорпорации, имеете какое-то отношение к высоким технологиям, тоже пишите мне. Контакты по традиции. Ватсап в приоритете. Телеграм. И телеграм-канал, на котором новости моего проекта. Субтитры создавал DimaTorzok